Как у каждого человека есть день рождения, так у монастырей и храмов есть дата создания. 11-й именины в православии и престольный праздник отметил Нефтьюганский храм Почаевской иконы Божьей Матери. Своё название он получил в честь одной из наиболее почитаемых святынь Русской Церкви – иконы Божьей Матери, которая более 400 лет хранится в Свято-Успенской Почаевской Лавре. Маленькое чудо для Нефтьюганской обители из украинского монастыря привёз отец Николай. Эту икону привезли тоже с Почаева. Это точная копия той иконы, которая находится на Почаевской горе. Потому что, приходя в этот храм, молится именно этой иконе Божьей Матери. И от неё получает исцеление, радость, в каких-то нуждах она помогает. История прихода началась весной 1988 года. Тогда для совместных молитв верующие собирались в частной квартире, а богослужения проводили священники, приезжающие из Тобольска и Сургута. На месте, где в 1996 году началось строительство храма, располагался частный сектор. Сейчас же комплекс православной общины с храмом крестильной в честь Иконы Божьей Матери Почаевская – особое место для всех верующих. Ну как же это святое место, как же не нужно. Обязательно нужно приходить. Если человек верующий, всегда должен ходить в храм. Хотя не каждый день, но каждое воскресенье, хотя, как Иисус Христос писал, шесть дней, значит, для рабочих, для самих, а седьмой день для Бога. По преданию, на горе, где ныне расположена Успенская Почаевская лавра, в 1340 году поселились двоинока. Однажды, гуляя в горах, они увидели Богородицу, стоящую на камне. После того, как явление исчезло, на камне остался отпечаток правой стопы Божьей Матери. След сохранился до сих пор и всегда наполнен водой, которую чудесным образом источает камень. Сама же Почаевская икона Богородицы появилась в обители в конце XVI века. Чудесный образ передала монахам Анна Гойская, которая, в свою очередь, получила икону от митрополита Неофита из Константинополя. Немало историй прихожане рассказывают и о святой силе нефтьюганской иконы. Верующие со всего округа съезжаются в церковь, чтобы помолиться и попросить образа о самом сокровенном. Чудесную силу заступницы и покровительницы всех православных на себе ощутила прихожанка Почаевского храма Ольга Башкирова. Я очень просила дочку. С 10 лет у меня не было второго ребенка, и вот по молитве Почаевской иконы Божьей Матери у меня родилась дочка. Я очень благодарна. Помолиться Почаевской иконе Божьей Матери можно в любое время года, а вот прикоснуться только раз в год, во время престольного праздника 5 августа. Прихожане храма верят, что именно в этот день Богоматерь особенно благосклонна к Божьему слову верующих. Особенность праздничной литургии, посвященной престольному празднику Почаевского храма, заключается еще и в том, что божественную службу ведет епископ Ханты-Мансийский Сургутский Павел. Каждый престольный праздник является Второй Пасхой. Поэтому хотелось разделить эту радость с народом Божьим здесь, своей паствой, поблагодарить Царицу Небесную за всю ее помощь и за покровительство материнское. И спросить, конечно же, от лика Божьей Матери Почаевской благословения и помощи всем. Завершилась божественная литургия в честь престольного праздника Почаевской иконы Божьей Матери крестным ходом. Главная реликвия храма под перезвон колоколов и молитвенные песнопения прихожан возглавила праздничное шествие. А 9 августа христиан ожидают еще один престольный праздник в честь великомученика и целителя Матери Иммана, именем которого была наречена первая в городе православная община.